О собственной современной спортплощадке учащиеся седьмого лицею с джигуты мечтали давно. И вот в конце апреля здесь начались работы. Сначала строители сняли верхний слой земли, сделали крепкое основание из гравия, уже поверх которого уложили слой щебёночно-песчаной смеси. На данный момент эти работы уже выполнены. Сейчас ведутся работы по укатыванию основания подготовки под устройство асфальтобетонного покрытия, которое будет уже выполнено на этой неделе. Эта фирма, которая выиграла конкурс на выполнение этих работ, уже выполняла ранее такие виды работ. Вот буквально за короткие сроки, как видите, они выполнили, уже подготовили, уже четыре площадки. Затем уже на свежий асфальт рабочие уложат специальное резиновое покрытие толщиной один сантиметр, сделают разметку, установят ограждение и освещение и облагородят территорию вокруг. Многофункциональная спортивная площадка, благодаря немалым размерам 60 метров на 30, отлично подойдёт для игр в мини-футбол, баскетбол, волейбол и даже большой теннис. И, кстати, это не единственная подобная площадка, которая сейчас строится в республике. Только в Джигутинском районе к началу учебного года появятся сразу семь подобных объектов. Две в Усть-Джигуте, по одной в станице Красногорской, селе Важном, ауле Джигута, в микрорайоне Московском и в ауле Иль-Тыркач. И на всех этих площадках будут созданы условия для занятия спортом маломобильных слоёв населения. Социальные объекты возводятся в рамках реализации федеральной целевой программы по развитию физкультуры и спорта в России. Несмотря на то, что многофункциональная спортивная площадка расположена на территории лицея номер 7, доступна и открыта она будет не только для лицеистов, но и для всех жителей города Усть-Джигуты, которые абсолютно бесплатно смогут заниматься здесь своими любимыми видами спорта. Открытие намечено на конец августа. Ернест Чуков Назирка пишет в Архив 24.